Вы смотрите МАСМЕДИА Ньюз. Сегодня в выпуске. Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Пограничной в Петропавловске. Уголовное дело возбудили против камчатского блогера Владимира Ефимова. Объём плановой медпомощи увеличили на полуострове. Об этих и других событиях узнаете далее. Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Камчатке. По данным госавтоинспекции, вечером 16 мая на улице Пограничной в Петропавловске 37-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево на зелёный не уступил дорогу, двигающейся прямо от Toyota Corolla под управлением 32-летнего жителя края. В результате ДТП телесные повреждения получила 8-летняя пассажирка Короллы. Ей рекомендовали амбулаторное лечение. Всего же за минувшую неделю на полуострове произошли 45 столкновений без пострадавших и 4 аварии, в которых 5 человек, среди которых один ребёнок, получили травмы. С 16 по 22 мая удалось поймать 42 пьяных водителя. 15 из них отказались проходить проверку. 83 пешехода нарушили правила дорожного движения. 75 водителей сели за руль без прав, 178 не пристёгивались. На стоянку спецхранения отправили 35 единиц автотранспорта. Также с помощью средств в видеофиксации выявили более 20 тысяч нарушений ПДД. За халатность накажут работников муниципального учреждения благоустройства Вилючинска, по чьей вине трое детей сломали ноги на качелях. Камчатские следователи возбудили уголовное дело. Из материалов уголовного дела следует, что в результате неисполнения работниками муниципального учреждения своих должностных и профессиональных обязанностей по содержанию и уборке от снега и наледи в территории центральной площади города Вилючинска с установленными на ней качелями, В дневное время, 14 апреля, при катании двое малолетних детей, девочка и мальчик 9 лет, с периодичностью в несколько часов получили травмы ног в результате их попадания между сидением качели и образовавшимся ледяным наростом под развлекательным сооружением. Детям причинён средний и тяжкий вред здоровью соответственно. Более того, в ходе процессуальной проверки органам следствия установлен факт причинения среднего вреда здоровью 14-летнему мальчику при аналогичных обстоятельствах, который произошёл 13 апреля. Расследование уголовного дела продолжается. В свою очередь, Камчатская прокуратура завершила проверку по факту травмирования детей на качелях. Установлено, что объект не отвечал требованиям безопасности. Работниками муниципального казённого учреждения благоустройства Вилючинска, ответственными за его эксплуатацию, не приняты меры надлежащей российской территории. Расстояние между подвесной скамьёй и снежным покровом не соответствовало нормативным требованиям. В результате чего трое детей получили травмы, в том числе одному причинён тяжкий вред здоровью. В ходе проверки опасная конструкция демонтирована. Прокурором города, главе Вилючинского городского округа внесено представление. По результатам рассмотрения, три должностных лица, включая руководителя муниципального казённого учреждения благоустройства Вилючинска, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении учреждения возбудили дело об административном правонарушении и направили его для рассмотрения в административную комиссию при администрации Вилючинска. В текущем году гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Ему были назначены штрафы в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение. При этом два решения суда вступили в законную силу. Однако подозреваемый продолжал свои противоправные действия и публиковал в социальных сетях материалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооружённые силы. В ходе проведённых обысков по месту жительства и в рабочем офисе Ефимова оперативники изъяли ноутбук, два системных блока, пять мобильных телефонов, сим-карты, накопители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также во время обыска квартиры Владимир Ефимов добровольно выдал два газовых пистолета и пять патронов, которые хранились у него нелегально. Блогера задержали и поместили в ИВС в порядке ст. 91 УПК РФ до принятия решения судом. Проводится расследование. Объём плановой медпомощи увеличили на Камчатке. Коечный фонд в моногоспиталях региона сократили до 65 мест в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на полуострове. Это позволило вернуть больницы края к привычному режиму работы. Мы продолжаем изменения в структуре коечного фонда. На вчерашний день у нас из 105 коек под ковид резерв составлял 72 койки, 68%. Это очень большой показатель и большой в плане, что эти койки простаивают и не используются для оказания плановой медицинской помощи. В связи с этим был проведён тщательный анализ возможности переформатирования этой работы. Виктория Сивак добавила, что уже сократили коечный фонд на базе городской больницы номер 2. Мы оставим в этом учреждении здравоохранения 20 коек, в том числе 6 реанимационных для ковид-пациентов. В центре СПИД, в котором до вчерашнего дня было развернуто 60 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, проанализировали среднее количество пациентов и приняли решение сократить коечный фонд до 40. Освобождающийся коечный фонд мы перепрофилируем под дневной стационар для пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями. Зампредседателя краевого правительства добавила, что теперь камчатцам будут предлагать пройти вакцинацию при выписке из стационаров. Власти уточнили, что речь идет о добровольной прививке. Сегодня мы видим, что уже те точки по вакцинации, которые открыты в торговых центрах, теряют свою эффективность. Бывают дни, когда буквально 5-6 человек туда приходят, а люди весь день заняты. Поэтому сегодня поставлена задача перед Министерством здравоохранения использовать другие формы вакцинации и ревакцинации жителей Камчатского края. В первую очередь, как это рекомендует Министерство здравоохранения Российской Федерации, это предложение вакцинироваться тем, кто выписывается в связи с выздоровлением из стационара из учреждений здравоохранения. И это вакцинирование по заявкам работодателей непосредственно на предприятиях. Добавим, эксперты отмечают, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию после коронавируса. Круглый стол, посвященный обсуждению предложения о перспективных территориях для развития бизнеса и мер их поддержки, прошел в Петропавловске на площадке выставочного центра 20 мая. Мероприятие состоялось в рамках 12-го съезда предпринимателей Камчатского края. Модератором и главным инициатором дискуссионной площадки выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В обсуждении важных тем приняли участие члены правительства, представители муниципальных органов власти и предприниматели. Сегодня я буду, конечно, бороться за то, чтобы предоставляли землю под жилье в самые короткие сроки. Как это предоставлялось раньше в Советском Союзе, мы в течение 20 дней получали землю под проектирование строительства. И на этой земле строили, а на сегодня ввели вот эти аукционы разные. Это сейчас еще сделали там масштабно, что ускорено, но это все равно очень долго. Если мы это не сделаем, то крах Камчатки будет. Поэтому мы сегодня и собрались на этот съезд решить этот вопрос, внести эту резолюцию дальше. И чтобы это было на благо жителей Камчатки. Программа «Круглого стола» состояла из трех главных тем. Первая – это презентации реестра муниципального имущества и земель, свободных для предоставления бизнесу. В этом контексте поднимались вопросы и предложения, связанные с возможностью получения перспективных территорий для развития камчатского бизнеса. Второй блок программы был посвящен мерам финансовой поддержки. Мы сегодня хотим увидеть, чтобы наш бизнес ушел отсюда, понимая, что и мы как сообщество, и правительство края дает сегодня бизнесу максимально возможные ресурсы для того, чтобы они смогли реализовать себя, получить поддержку от края. Бизнес должен уйти сегодня осведомленным. Активное участие бизнесменов в обсуждении вопросов, связанных с перспективными территориями, со строительством, с развитием инфраструктуры и другими важными составляющими развития бизнеса дает возможность представителям власти услышать существующие проблемы и найти пути их решения. Сегодняшняя повестка мероприятия, она, безусловно, очень актуальна, потому что касается практики работы с бизнесом. Это тема, которая очень часто затрагивается самим бизнесом. Действительно, земля – это очень актуальный вопрос, и довольно-таки много сложностей возникает у бизнеса по получению этой земли, по ее использованию. Я надеюсь, что сегодня в ходе дискуссии с предпринимателями мы сможем затронуть наиболее частые вопросы, частые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и предложим либо варианты решения, либо подскажем алгоритмы, как бизнесу действовать для того, чтобы разрешить те сложности, которые у них могут появиться в результате своей деятельности. Мы хотим понять, насколько те мероподдержки, которые сегодня предоставляются, они эффективны, определить новые пострадавшие отрасли, в которые требуется какое-то бюджетное вливание, или, может быть, госучастие в таких проектах, и сформировать по итогу данного мероприятия предложения, которые влягут в основу резолюции на пленарном заседании с губернатором Камчатского края. Региональным отделением опоры России будут сформированы предложения по итогам круглого стола, которые лягут в основу резолюции съезда предпринимателей. Вместе с этим региональное представительство крупнейшего бизнес-объединения в стране регулярно направляет в правительство края предложения по улучшению законодательства в сфере поддержки малого бизнеса и всегда отзывается помочь в организации и спонсорской поддержке событийных краевых мероприятий и социальных программ. Ярким примером служит изготовление карты жителя Камчатки. С октября 2021 года опору России на Камчатке возглавляет представитель ООО «Парк Тревулкана». Министр экономического развития Андрей Гончаров подчеркнул важность подобных встреч. Непосредственное взаимодействие представителей муниципальных органов власти и предпринимателей Камчатского края дает надежду на осуществление всех поставленных задач, что в свою очередь ведет за собой развитие предпринимательской деятельности в регионе. Мы работаем не только в рамках съезда с активом бизнес-сообщества. У нас как раз вчера проходила дискуссия по поводу контрольно-надзорной деятельности. Поэтому я вижу, что бизнес сегодня заинтересован. У бизнеса огромное количество вопросов и замечаний, в том числе по отношению к органам власти. Участники «Круглого стола» обсудили вопросы, связанные с масштабными инвестиционными проектами, развитием территории, опережающего развитие, доступностью земель для бизнеса и другие важные темы. Напомним, «Круглые столы», посвященные возможностям для камчатского бизнеса, проходят с 12 по 27 мая в рамках 12 съезда предпринимателей. Туристическую инфраструктуру Халактырского пляжа на Камчатке подготовят к 1 июня. Как сообщили в правительстве региона, уже проверили местность, оценили, в каком состоянии дорожки, детская площадка и другие объекты. Далее приведут в порядок ограждения и палеты. Также установят туалеты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, баки для раздельного сбора мусора и камеры. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Чистовая отделка помещений началась в корпусе школы номер 33 Краевой столицы. Предварительное голосование «Единая Россия» стартовало в Петропавловске. Полумарафон «Забег.РФ» прошел в Краевой столице. Об этих и других событиях узнаете далее. Камчатцам пора поторопиться. Акция по приему отработанных автопокрышек на полуострове завершится 31 мая. Жители региона уже сдали 24 тысячи шин общей массой 246 тонн. Мы планируем завершить акцию 31 мая. Этого периода достаточно, чтобы основная масса людей при сезонной смене автопокрышек успели сдать. Хочу отметить, что акция прежде всего направлена на формирование экологической культуры населения, чтобы люди привыкли к тому, что при сезонной смене автопокрышек их необходимо сдавать в специализированные организации. Сейчас еще работает пункт по приему покрышек в Петропавловске. В будни с 9 до 18 часов, в выходные с 10 до 15. В Елизовском районе сдать резину уже нельзя. Напомним, от одного человека принимают только два комплекта автопокрышек. За каждую заплатят по 100 рублей. Акция по приему резины проходит с 2020 года. За это время приняли более 200 тысяч единиц отработанных автопокрышек. Их перерабатывают в резиновую крошку, которая добавляется в тротуарную и дорожную плитку. Также из крошки изготавливают резиновое покрытие для детских площадок. Чистовая отделка помещений началась на строящемся корпусе школы номер 33 в Петропавловске. Завершить строительство планируют уже в августе этого года. Как сообщили в Министерстве строительства, на объекте практически завершены работы по устройству теплого вентилированного фасада. Ведутся работы по прокладке инженерных сетей, электричества и водоснабжения. Началась чистовая отделка, финишная шпатлевка, укладка плитки. В начале лета подрядчик приступит к работам по наружному благоустройству. Добавим, общая стоимость работ составляет около 650 миллионов рублей. Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Петропавловске. Жителям краевой столицы предстоит решить, кто из 140 кандидатов примет участие в основной предвыборной гонке в сентябре. И в дальнейшем будет представлять их интересы в городской думе. Голосование проходит в электронном формате. На Камчатке в сентябре состоятся выборы в городскую думу нашего краевого центра Петропавловска-Камчатского. И, конечно, участие в предварительном голосовании – это прекрасная возможность самим кандидатам, претендующим на участие в этих выборах в качестве кандидатов-депутаты, рассказать о своей программе, рассказать о своих проектах, рассказать о себе. И очень важно, что у жителей города Петропавловска-Камчатского есть замечательная возможность познакомиться с кандидатами и определить, кому же из них мы предоставим такое право стать кандидатами от «Единой России» уже непосредственно на сентябрьских выборах. Одним из первых проголосовал мэр города Константин Брызгин. Он зарегистрировался в системе и отдал свой голос прямо из рабочего кабинета в здании городской администрации. Достаточно простая форма, буквально 30 секунд заняло все голосование. Это действительно очень важный момент. И формирование списка думы, тех, кто будет представлять граждан от имени граждан, выступать в городской думе Петропавловска-Камчатского городского округа, безусловно, очень важно. Поэтому призываю всех принять участие в голосовании и отдать свой голос за самых достойных. Константин Брызгин подчеркнул, что решения, которые примут на сентябрьских выборах, будут определять будущее города на ближайшие пять лет. Участие в голосовании принимают и люди третьего возраста. Голосуем, потому как знаем, что это наше будущее, нам жить. И поэтому, прямо вот я говорю, прям душой и сердцем всем именно проголосовать. И все пенсионеры агитировали друг друга, что нужно, что это необходимо. Но мы, как пенсионеры, конечно, считаем, что это нужно для города, для нашего. Я так думаю. Призываю всех также последовать этому примеру, проголосовать. В качестве кандидатов на предварительное голосование зарегистрированы 140 человек. Более 8 тысяч зарегистрировались в качестве избирателей. Это 140 новых идей, проектов, инициатив, которые, конечно, интересны каждому жителю Петропавловска-Камчатского. Сегодня уже чуть более 8 тысяч жителей Петропавловска зарегистрировались в качестве избирателей. Но возможность стать избирателем есть еще до 27 мая. И, конечно, каждый желающий может зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Регистрация проходит через портал государственных услуг. И, конечно, сама процедура предварительного голосования обеспечивает максимальную легитимность, максимальную открытость этой процедуры. В этом году предварительное голосование проходит полностью в электронном формате. Это дает возможность проголосовать из любой точки. Я приглашаю жителей Петропавловска-Камчатского, неравнодушных всех, кому небезразлично, как будет дальше развиваться главный город нашего края, принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и определить, кто же в сентябре будет бороться за место в городской думе и станет депутатом городской думы Петропавловска-Камчатского. Отметим, предварительное голосование продлится до 29 мая. По его итогам сформируют список кандидатов от «Единой России» в депутаты. В него попадут те, кто наберет наибольшее количество голосов. Выборы пройдут 11 сентября по партийным спискам и двухмандатным округам. Напомним, в этом году количество избирательных округов в Петропавловске увеличили до 10. В сентябре жителям предстоит выбрать 30 депутатов городской думы. «Полумарафон «Забег.РФ» прошел на Камчатке. Мероприятие на полуострове посвятили 15-летию края. 425 камчатцев стали участниками этого полумарафона, который прошел в минувшее воскресенье в столице региона. Уже в третий раз Петропавловск вошел в число 85 городов России, где прошел всероссийский «Забег.РФ». Всероссийский полумарафон «Забег» – это самое массовое спортивное легкоатлетическое мероприятие, проводимое на Камчатке. В прошлом году Петропавловск-Камчатский вошел в топ-10 городов, претендующих на звание «Беговая столица» и занял седьмое место. Я хочу напомнить, что в этом году мы с вами вместе отмечаем 15-летие со дня образования Камчатского края. И этот спортивный праздник мы, конечно же, посвящаем этому историческому событию. Каждому участнику соревнований я желаю достичь победной черты. И желаю силы воли, силы духа, преодоления всех препятствий на вашем пути и, конечно же, реализации всех победных планов. Дистанцию в один километр пробежали 77 человек, 5 километров преодолели 113 камчатцев. Самым массовым стал четвёртый старт, где 134 человека пробежали 10 километров и 101 человек – 21 километр. Я каждый год принимаю участие в этом забеге, а в этом конкретно решил испытать свои силы по-настоящему, пробежал 21 километр. Просто всё, что проводится у нас в крае в плане спортивных мероприятий – это очень круто. Мы бежали километр всей семьёй. Мы вообще обеими руками за любые спортивные мероприятия. И это замечательно, что они проводятся, они объединяют нас всех. Мы заряжаемся этим духом соревнований, получаем позитивные эмоции. То есть мы за любые соревнования спортивные. Каждому участнику, преодолевшему дистанцию, вручили памятную медаль. Победители и призёры награждены дипломами и подарками от партнёров. Добавим «Забег.РФ» – самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом. Айболиты Бармалей, мышиная история, гуси-лебеди и другие спектакли Камчатского театра «Кукол» смогут увидеть юные зрители из Елизова и Вилючинска уже в июне. Камчатский театр «Кукол» поздравляет школьников и их родителей с окончанием учебного года. Рад вам сообщить, что в июне наш театр продолжает свою работу. Спектакли июньского репертуара смогут увидеть не только зрители, посетившие наш театр, но и школьники, занимающиеся в пришкольных лагерях городов Петропавловск-Камчатский, Елизова и Вилючинск, а также посёлков Николаевка и Термальный. Билеты на вечерние спектакли можно приобретать по Пушкинской карте. Ждём вас в Камчатском театре «Кукол». За месяц гастролей артисты дадут 26 выездных спектаклей. Кроме того, представления для малышей будут проходить и на сцене театра «Кукол» в Петропавловске. В июне на стационарной площадке пройдут 15 показов, в том числе премьера спектакля «Приключения мидии», созданного по итогам Бэйби-лаборатории. Напомним, в феврале в Камчатском театре «Кукол» прошла творческая лаборатория «Бэйби-театр», от идеи до премьеры, участниками которой стали актёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска и Республики Тыва. Они познакомились с основными принципами Бэйби-театра, с идеями и художественными возможностями, спецификой взаимодействия со зрителями и возрастной психологией самых маленьких театралов. А уже 17 марта состоялась премьера первого спектакля «Где бабочка», рассчитанного на детей до трёх лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова